Давайте мы с вами продолжим по цифре 3. Интимные отношения это духовное, душевное и телесное становление одной плоти. И вот смотрите, здесь нарисованы таких два кружочка сначала, второй рисунок. Это муж и жена. Мы, так же как Бог, мы тоже стоим в таких трех основных составляющих. Вообще вот это триединство наблюдается во всем мире. Ну давайте мы сейчас посмотрим муж и жена. Человек состоит из тела, такой внешней оболочки, которую можно пощупать, можно ощутить. Из души. Из души, которая включает в себя разум, включает в себя эмоции, чувства и включает в себя дух. Волю. А, волю. И третья составляющая это дух, который нам дам Богом для общения с ним. И вот эти вот три составляющие, для того, чтобы нам стать одной единой плотью, у нас должна быть единая плоть, единое тело наше. Мы должны тела наши объединить, как муж и жена. У нас должна быть единая душа, то есть одна информация, одни переживания, одни эмоции и чувства. И одни, одна воля. Мы вместе принимаем решения, вместе за них отвечаем. Хотя по большей степени все-таки отвечает муж. Но мы об этом поговорим еще. И единый дух, одни нарастные законы, одни нарастные ценности, устремления. Единые духовные законы. Тогда мы только сможем стать одной плотью. Если на каком-то одном из этих уровней прерывается единство, нет единства, все, мы не будем одноплоть. Но мы наблюдаем что? Мы часто наблюдаем перекос. Вот, скажем, в мире вокруг нас, ну не только в мире вокруг нас, мы вчера уже об этом говорили немножко, да? Наблюдайте перекос в сторону телесного. Главная техника секса. И тогда у вас все получится. Мы даже однажды нам такой календарь подарили. 365 дней, 365 пост. Я так смотрел, говорю, тут надо акробатчикой заниматься. Потому что там такие позиции, это кошмар. Ну, это культивируется, понимаете, это настолько культивируется везде. Вот, каждый день что-то новенькое, и вы никогда друг другу не наскучите. Вы знаете, особенно последние вот несколько лет, даже в начале 90-х, когда мы начали заниматься вот этими вопросами по семье, не было этих вопросов. Сейчас эти вопросы возникают практически всегда. На всех конференциях, ну, в частных беседах. Вопросы по поводу оргазма. Вы знаете, молодые люди подходят, ну, даже не только молодые, а, вы знаете, сейчас есть какие-то тесты на оргазмический, значит, потенциал жены. Есть специальные тесты на том, на каком уровне там жена получает оргазм. И, понимаете, и они искренне переживают и расстраиваются, если у жены оргазм не достигает там уровня, указанного в методичке. Понимаете? То есть они купили книжечку, прочитали, должно быть вот так, так, ага, сейчас, значит, так, не убирай, далеко не уходи. И становится действительно грустно, потому что, не владея основной информацией, вот именно библейское видение супружеских отношений, да, люди зацикливаются на... Технике сочи. Технике сочи на физиологии. И вот эта зацикливация на физиологии, она лишает вообще всех, вот, все интимные отношения, радости. Вот, понимаете, пара начинает зависеть от термометра по измерению оргазма. Вообще-то страшно. Уже идет технологизация секса. Технологизация интимных отношений. В церкви другой перекос. Говорят, главное, чтобы вы были оба христиане. Главное, вот, единый дух, совместные молитвы. Ну, а в постели, это уж, ну, так, темная сторона, ну, как получится. Это, естественно, другой перекос, совершенно другой перекос. Это тоже неправильно. То есть, давайте посмотрим на уровне физиологии. Что же это такое становление одной плотью? И по цифре 1 написано. Мужчина имеет право восхищаться и наслаждаться телом своей жены. И я вам сейчас прочитаю письмо Соломона, своей жене Соломите. Практически. Завезусь, у вас это место приводится в ваших материалах. Я буду читать из Библии. Это книга «Песня песней», 7 глава. Кстати, надо сказать, что вот очень серьезно вот эта книга «Песня песней». Настолько она интимная и эротичная, что даже в Израиле ее запрещают читать до вступления в брак. Потому что слишком большое искушение появляется у людей, когда они начинают читать эту книгу. Итак, письмо, которое пишет Соломон, своей жене Соломите. О, как прекрасны ноги твои в сандалиях, череменитая! Округление бедер твоих, как ожирение, дел рук искусственного художника. Живот твой, круглая чаша, в которой не истощается ароматное вино. Чрево твое, ворох пшеницы, обставленной лилиями. Два садца твои, как два козленка, двойни серны. Обратите внимание, я читаю из Библии. Это священное писание. Шея твоя, как столб из слоновой кости. Глаза твоя зерки и сионские, что ворот бетробима. Нос твой башни ливанские, обращенные к Дамаску. Голова твоя на тебе, как кормил. Волф на голове твоей, как пурпур. Царь увечен твоими кудрами. Как ты прекрасна! Как привлекательно возлюбленная твоей миловидностью! Этот стан твой похож на пальму. Грудь твоей на виноградные кисти. Подумал я, влез бы я на пальму. Ухватился бы за ветвью, и грудь твоей были бы вместо кистей винограда. На воскресном богослужении это не прочитаешь, правда? Хотя это слова из священного писания. Хотя это писание, священное писание. Боятся. Почему? Прочитаешь. Прочитает. Но будут проблемы, да? Прочитаю. И запах от назрея твоей, как от яблока. Уста твоей, как отличное вино. Вот однажды мы были на золотой свадьбе, там было празднование Читы одной. Они прожили вместе 50 лет. И пастор церкви говорит, вот вы знаете, вы прожили такой опыт у вас огромный. Столько у вас знаний. Любовь. Любовь такая у вас выросла за 50 лет. Мы видим ваши отношения. Поделитесь с молодежью. Прочитайте вот это место из писания для молодых. Как вы это видите, представляете? Он взял это место. Глава семьи, этот дедушка уже ему там 70 с лишним лет. Посмотрел, говорит, да вы что? Как это можно читать? Стыдно. Когда пастор немножко, знаете, он так поправился, он говорит, ну да, конечно, это очень такое интимное место в писании, очень личное. Конечно, давайте тогда, так, вы, конечно, это прочитаете сегодня друг другу, вот, хорошо? А жена говорит, вы что, то у меня язык не повернется. То есть, вот грустно, понимаете, это сильно очень грустно, что вот из этого сделали табу. Из венца божьего сделали табу. Ну и немножко проанализируем письмо, так вот, Соломона. Первое, на что себя обращает внимание, то, что писал его настоящий мужчина, правда? Сто процентный. Сто процентный мужчина. С чего начинается письмо? С ног. С ног. Вот что важно для мужчины. Ноги. Физиологический такой компонент. Физиология. Вот я все время думал, вот я выхожу из душа, так, халатик сбрасываю, жене хоть бы что. А вот жена выйдет из душа, халатик сбросит, я уже больше ни о чем думать не могу. Физиология. Это очень важно для мужчины, на самом деле, поэтому Соломон начинает именно с этого. Потому что он тоже был мужчиной. И от этого никуда не уйдешь. И Бог нам показывает пример. И второе, на что он себе обращает внимание, это то, что, смотрите, ведь романтика из их отношений никуда не ушла. И он над ней работает. Сколько времени он уделил, чтобы все эти сравнения подобрать. Как он заботится, чтобы вот их отношения жене тоже были приятны. Чтобы она стремилась к этому, как лань, там, как вот ветви пальмы. Ну, я могу сказать, что женщина ведь тоже имеет право восхищаться и наслаждаться телом своего мужа. Потому что, к сожалению, сейчас есть такое понимание, что это наслаждение, то есть, видишь, прерогатива мужского. А жена должна терпеть, поминоваться, предоставлять свое тело и так далее. Нет, посмотрите. Вот какое письмо женское сюда помещено. Или вот женские слова. Возлюбленный мой, белый румян, лучше десяти тысяч других. Голова его чистое золото, пудри его волнистые, черные, как ворон. Глаза его, как голуби при потоках вод, купающиеся в молоке, сидящие в довольстве. Щеки его цветник, ароматные, гряды благовонных растений. Губы его лилии источают текучую меру. Руки его золотые кругляки, усаженные топазами. Живот его, как изваяние, из слоновой кости, обложенные сапфирами. Голени его, мраморные столбы, поставленные на золотых подножиях. Вид его подобен Ливану, величественен, как кедры. Уста его сладость и весь он любезность. Вот кто возлюбленный мой, и вот кто друг мой. Вот смотрите, здесь стопроцентная женщина, да? С чего женщина начинает? Что для нее важно? Она начинает с головы, с лица. Для нее важна личность. Она вообще знает обо всем. Вот он возлюбленный мой. Вот она, да? Она начинает с общего и кончает общим. Детали какие-то, которые мы видим в этой физиологии, она как бы постольку-поскольку, да? Тоже важна. Но дополнение к тому, что вот обращение к личности у женщины идет. То есть для женщин важны их отношения в первую очередь. Если отношения хороши, тогда и сексуальные, и интимные отношения. Мужчина говорит, я тебя люблю, давай покажу как. У женщин это не работает. Бесполезно. То есть для женщины любовь как раз выражается в первую очередь в этой романтике, в его отношении к ней. Вот как раз что понимает Соломон в своем письме. Посмотрите, значит с физиологией, но романтику тоже. Женщина тоже, посмотрите. Сначала начала, что ей важно, отношения личности, но и физиологию она не исключила. То есть она понимает его мужские потребности. И второе, что здесь мы видим, идеал женщин в интимных отношениях, здесь нам показывает Господь. Это активная женщина. Это не такая женщина, которая, ну ладно, ну куда мне деваться, ну пользуйся, пользуйся. Ну исполни я свою жену. Раз уж ты такой маньяк. Раз уж ты такой, да прям тебе надо постоянно. Да ну убери, пользуйся. Нет, мы здесь видим, женщина активная, она с радостью, с готовностью отвечает на любовь к ней мужа, на то, что спустя там, ну может быть их отношения длятся сколько-то мы не знаем, год, два, месяц, да. Но несмотря на достаточную длительность отношений, там на развившуюся романтику, она им желанна. Вот это образец женщины. Я тебе прошу, 50 лет прошу, но если ты до сих пор желанна мужем, да ты радуйся этому. В пуританскую эпоху жила королева Виктория в Англии. Вы знаете, она родила 7 детей, и она всю свою жизнь гордилась тем, что она каждый день была в интимных отношениях с мужем и ни разу, ни разу в своей жизни не испытала оргазм. И она ввела... Просто усилием воли сжимала зубы, чтобы не испытать этого оргазма. И она ввела в светские круги такой постулат. Настоящая леди в сексе не двигалась. В постели не шевелится. Это ее выражение. Настоящие леди в постели не шевелятся. Понимаете? Стиснув зубы, лежи и терпи. Никакого тебе оргазма, потому что это грех какой. Это какой же... Как же надо над собой издеваться? Это ужас. Мне тяжело представить. Мне ее жалко. А мне ее жалко. А мне ее жалко. Сколько лет лет она у них? А, 7 лет детей. Нет, лет. Боя лет. Вот, к сожалению, я... Ну, сколько лет они прожили, я не помню. Ну, 7 лет, 7 детей родила. Они долго жили вместе. И более того, она очень любила своего мужа. Вот то, что она любила своего мужа, когда он умер, вот принц Альберт, когда умер, она по-прежнему его комнату оставляла в том виде, в котором она была при его жизни. Каждый вечер постель заправляли, клали туда грелку, ставили свечу около его постели, потому что вот он сейчас придет и ляжет. И каждое утро эту грелку убирали, каждое утро селали постель, раскрывали. То есть она, представляете, любя мужчину, она себе дала вот такой вот запрет на то, чтобы быть в постели женщиной. Большое дело начинается с малого пожертвования. И пятью хлебами можно накормить пять тысяч человек. Поддержите наш проект молитвой и финансами. О чем молиться и как пожертвовать, вы можете узнать на сайте www.3wtvseminary.com Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok